Приветствую вас. В первую очередь надо понять, кто вы в этой ситуации, кто вы ребёнку, почему вы хотите ребёнку помочь, то есть если вы мать, то это одни рекомендации, если вы кто-то со стороны, это другие рекомендации, да, то есть и отношение здоровья другое, и ожидания от вас другие, и восприятие, вас тоже разница будет. Ну вот, поэтому... Первое, это что вы, второе, обратите внимание на то, что вы хотите помочь именно ребёнку, вы хотите что-то сделать для ребёнка, вы хотите подкорректировать вид ребёнка, но почему вы решили, что в ребёнке первопричина совершенно не в ребёнке, а первопричина непосредственно в отце, который ведёт себя так, и в частности проявляет не много, не мало физическое насилие, тут вы говорите, что он может ударить ребёнка, это абсолютно неприемлемо, вот. И, собственно, именно поэтому ребёнок так себя и ведёт, это вполне себе такая, ну, естественная реакция ребёнка на ситуацию, это вполне себе такая вот естественная реакция ребёнка на то, что происходит. Вряд ли, вряд ли, то есть, вот вряд ли могло бы быть как-то по-другому, понимаете, вряд ли ситуация могла бы быть какой-то иной в этой истории, вряд ли могло бы как-то по-другому всё складываться, понимаете. Вот. Поэтому тут вот только так, тут вот только так, только с такой можно дать ответ, что нужно общаться взаимодействовать именно с отцом девочки, с ним работать, с ним корректироваться, с откровенной мудрости, что его отношение к ребёнку очень вредно для неё, и что оно травмирует психику ребёнка вплоть до истерики, да, агрессии, что потом это будет проявляться в негативном отношении к мужчинам, что это может вызвать как полное непринятие мужчин, это может вызвать независимое поведение с мужчинами, это может вызвать жертвенное поведение вообще по жизни, вот. И, то есть, очень негативное воздействие оказывает такое отношение отца на ребёнка, тем более на девочку, то есть девочке нужно так вести себя, как с мальчиком, да, то есть девочке всё-таки, ну, требует подходов, если всё же более такого, наверное, да, вот, опять же, тут, конечно, всё индивидуально, но уж точно не на силе, и точно не в какое-то применение силы, да, демонстрация, доминирование и прочее, это вообще за грани, вот, то есть тут, конечно, вот такой момент, если вы не можете воздействовать на отца, да, то есть, если вы не можете, ну, до сада, донести какие-то вещи, к примеру, вот, то я, в общем, не вижу особого смысла помогать ребёнку, потому что, ну, потому что, вот, что бы вы ни сделали для того же ребёнка, это очень легко перебьётся с действиями отца, вот. Ну, тут можете мне, вот, в этом смысле, поверить, я вас, конечно, ни к чему, ни к чему, безусловно, не принуждаю, да, я вас не, ни к чему ничего не хочу как-то там подавлять или заставлять, но смысл, вот, что вы скажете ребёнку? Вот он спрашивает, да, там, да, почему меня, там, к примеру, отец, там, вот, бьёт, например, да, да, так, к чему отец ко мне так относится, да, он, что он, вот, он, он что, он, он меня не любит или как? Ага. То есть, это же, вот, вот, позиция-то, она, это ребёнок, вот, это ребёнок, это вот своя непосредственность, то есть, что, что вы, что вы объясните ребёнку, что вы скажете ребёнку, что можно сказать вообще ребёнку в этой, в этой ситуации, в этой истории. Вот, тут, как бы, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, опять же, опять же, на мой взгляд, да, ничего, на мой взгляд, ничего нельзя сказать, потому что ребёнок, он так никогда этого не поймёт, он не сможет понять, почему к нему так относится. Тот, кто, по идее, должен его любить, тот, кто, по идее, должен, вообще, в нём, там, души не чая-не 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 чая, и прочее, вот, вот, так важно, ребёнку. Вот, то есть, это вот, ну, на мой взгляд, вот так, на мой взгляд. А, с отцом, с отцом нужно, в общем-то, работать, а, с отцом нужно, в общем-то, взаимодействовать, вот, с отцом нужно проводить беседы, вот. А ребёнку, ну, то, что вот вы можете сделать, ну, опять же, непонятно, кто вы, да, то есть, какой, какую роль вы, играете в вас, во всем этом. Ну, вы можете попытаться, попытаться, не знаю, до ребёнка донести, что отец, отец, он это делает не со зла, например. Что он всё делает из любви. Но, поверь, если дочь, скорее всего, на самом деле, у неё, уже достаточно такая, серьёзная идёт, агрессия на отца. Да, так это, в общем, это, в общем, понятно, почему так, что это, как бы, нормальное явление. Ну, вот, я вот не думаю, я вот не думаю, что она готова услышать подобные вещи, я не думаю, что она, там, поверит вам. Например, если вы скажете ей об этом. Вот. То есть, тут нужно исходить именно из причины следствия. Причина в отце, следствие, следствие уже ребёнка. Ух, не наоборот. А мы здесь говорим так, как будто ребёнку есть причина, а следствие, следствие этого. Хотя. Нет, 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 ещё раз нет. Ну, так, в принципе, в принципе, так вот я, наверное, мог бы ответить, на вопрос, на вас, наверное, так я мог бы сказать. То есть, я понимаю, что этого, наверное, наверное, этого мало. Вот. Но, больше, большего, больше сказать, вот, в рамках того, что я бы сказал, нельзя. Слишком, 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 слишком. А, слишком мало информации. Вот. Так что, надеюсь, этого будет достаточно. Но ребёнку, на самом деле, этого, конечно, недостаточно. На этом всё. Если у вас остались вопросы, дополнительные вопросы, если остались, вы можете задать мне их в личку, мне их в личку. А, я буду рад вам помочь, ответить. Вот. Придём проконсультировать. А, ребёнку, кстати, можно порекомендовать, обратиться к психологу. Вот. С детскому, вот, но, не факт. Что она согласится, потому что это ребёнок, дети, они и с подозрением относятся к психологам всяким, так что тут я вам могу сказать только так. А вот в принципе на этом всё, ещё раз да, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы мой ответ сделаете лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что всё-таки это было вот полезно хоть немного вам, вот, надеюсь, что вы сможете как-то что-то извлечь из моего ответа на то, что объективное звонало, вот, надеюсь, что относится. А я вам желаю, так или иначе, удачи, успехов и обращайтесь, если что, буду рад помочь вам. Удачи вам, всего самого доброго!